Только весной в Зеленодольске был взрыв газа, да? Да. Большая трагедия. И вот опять, какие первоочередные решения нужно принять, чтобы такого не повторялось? Те ситуации, которые в республике Татарстан сегодня были, они связаны именно с тем, что не все собственники эксплуатируют корректно своё оборудование, в том числе газовые катвы, которые в хрущёвках есть. Вот сегодня в эту квартиру ворвались благодаря специалистам полиции, представителям полиции, МЧС, а ведь не всегда можно, просто жители, соседи могут вызвать либо полицейских, либо МЧСников. Мы же говорим про бдительность, то есть собственники или старший по дому, кто есть, он же всё равно какой-то контроль осуществляет по дому. То есть мы никогда не можем знать, что произойдёт в той или иной квартире. Если всё так плохо, газ опасен, окна ставить пластиковые нельзя, принудительная вентиляция у одних, там строят, переустраивают квартиры, делают капитальные ремонты, ставят какую-то принудительную вентиляцию одни, у других в результате газ попадает в их квартиры. Может быть тогда вообще отказаться от газового оборудования в домах и перейти на электричество? Один человек погиб и четыре в тяжёлом состоянии находятся в больницах. Таковы последние данные, которые поступают из-за набережных Челнов, где накануне произошёл взрыв газа. Вы смотрите «Главные новости» в студии Эрнест Хайрулин. Итак, напомним ещё раз. Накануне взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажке в набережных Челнах. Восемь квартир на четвёртом и пятом этажах оказались разрушены. На место сразу же вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин, министр здравоохранения Марат Садыков, глава МЧС Рафис Хабибуллин. Хронология событий в материале нашего корреспондента Артёма Логвинова. 17 часов 30 минут. В одной из квартир на четвёртом этаже дома 25-117 происходит взрыв бытового газа. Ударная волна разрушает стены. Огромные булыжники отлетают на несколько десятков метров. Дорогу у дома засыпает осколками стекла и фрагментами бетона. Дом взорвался. Только с женой, с ребёнком. В магазин зашли только. Всё, прикинь, всё. На место сразу же выезжают спасатели. Медики начинают приходить первая информация о пострадавших. Спасателям удаётся наладить контакт с некоторыми людьми, которые находятся под завалами. Сначала вытаскивают двух детей 10 и 17 лет. Братьев сразу же отправляют в больницу. Следом за ними из-под обломков вытаскивают ещё двух взрослых, среди которых и Владимир Рочев, в квартире которого предположительно и произошёл взрыв. Вторая пострадавшая находилась на четвёртом этаже 22-летняя Аделина Загриева. По информации Минздрава, на сегодняшнее утро 10-летний мальчик в больнице в состоянии лёгкой степени тяжести, а его старший брат в реанимации. Состояние оценивают как тяжёлое. Владимир Рочев в тяжёлом состоянии. Его подключили к искусственной вентиляции лёгких. В течение нескольких часов за жизнь 22-летней Аделины сражались медики. Девушка пережила клиническую смерть, однако спасти её не удалось. На место происшествия выехал премьер-министр Алексей Песошин, руководитель Минздрава Татарстана Марат Садыков и глава МЧС республики Рафис Хабибуллин. С места происшествия были эвакуированы 4 пострадавших, из них 2 ребёнка, 2 взрослых. Ребёнку, одному ребёнку 2004 года, состояние стабильное, нет ни уртных повреждений, ни повреждений скелета. Ребёнку 2004 года рождения, он в состоянии тяжёлой степени. Здесь повреждения, травмы малого даза, позвоночника, грудной клетки. Что могло стать причиной взрыва, сейчас выясняется. Прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Артём Логвинов, Новости Татарстана. Можно ли было предотвратить трагедию? Об этом мы сегодня поговорим с Алмазом Ханановым, временно исполняющим обязанности главного инженера Казань Горгаса, и Дмитрием Романовым, исполнительным директором ассоциации Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Алмаз Фаридович, вот скажите, вот уже стало известно, что эпицентр находился в квартире пожилого мужчины, который отказался от использования оборудования. Ну, то ли он отказался, то ли потому, что он не платил, то ли потому, что он не мог поменять оборудование. В 2010 году ему поставили заглушку на газовую трубу. Вот так вообще можно делать, чтобы вот взять и поставить заглушку в квартире? Ну, из-за нарушения правил пользования газом БТО в 2010 году в данной квартире была установлена заглушка, отключена газовая плита. В марте месяце, в текущем году, специалистами нашей организации была проведена проверка. При обходе было выявлено о том, что заглушка стоит на месте. Пока все причины, как бы, выясняются. То есть, Алмаз Фаридович, несмотря на то, что вы поставили заглушку, все равно каждый год ваши специалисты заходили в эту квартиру и смотрели, все ли стоит на месте. Да, конечно. То есть, вне зависимости от того, работает газовая плита или не работает, вы все равно все проверяете. Для исключения несанкционированного подключения оборудования наши специалисты ежегодно проходят даже отключенные дома. А, то есть, они проверяют, насколько крепко стоит заглушка? Ну, главное, чтобы она стоит. А если она газ пропускает вдруг? Ну, проверяется на утечку газа. То есть, и это тоже проверяется? Хорошо. Вот смотрите, только весной в Зеленодольске был взрыв газа, да? Да. Большая трагедия. И вот опять, какие первоочередные решения нужно принять, чтобы такого не повторялось? Или такие трагедии невозможно предотвратить? Ну, в Зеленодольске, да, тоже произошла трагедия. Ну, расскажу, что сегодня утром, 26 октября, полвосьмого утра, жильцами дома 21 по улице Толбухина поступила заявка в аварийную диспетчерскую службу ЭПУ «Казань-Горгаз» о запахе газа в подъезде данного жилого дома. Наша бригада как бы оперативно выехала на место, в подъезде выявлена, ну, как бы утечка газа, она шла как бы из квартиры 165. Толмас Парич, вы даже фотографии принесли уже с места событий, вот давайте покажем нашим зрителям. Это вот вход в квартиру. Квартира была открыта, наши специалисты, когда зашли, увидели, что вход на кухню как бы обставлен, холодильник стоял, пришлось отключить газовый стояк, который обеспечивает весь подъезд данного жилого дома. Вызвали на место экстренной службы города Казани. И вот когда вам удалось пройти на кухню, подвинув холодильник, вы увидели вот такую картину? Мы вызвали экстренную службу города Казани, сюда приехали МЧС, полиция и скорая помощь. Когда с помощью с полицейскими МЧС мы проникли на кухню, мы увидели мужчину в возрасте 40-45 лет, он был в неадекватном состоянии. Все краны на газовой плите были открыты, конфорки сняты, но получается вся газовоздушная смесь выходила в квартиру. То есть практически вы сегодня предотвратили еще одну возможную аварию? Да, конечно. Сегодня бригада аварийной службы оперативно среагировала. Спасибо большое жителям этого дома, которые оперативно сообщили нам о запахе газа. В том, что сегодня случилось в Казани, люди одинокие, люди, как правило, пожилого возраста, либо с низкой, как говорит Владимир Владимирович Путин, с низкой социальной ответственностью находятся. Дмитрий Сергеевич, к ним можно принять какие-то меры? Все же жильцы знают, что в доме находится такой человек, что он не всегда адекватно себя ведет. И я думаю, что и специалисты газовых служб тоже знают, когда делают обход. А обход вы делаете же ежегодно. 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 Какие-то меры предпринять? Смотрите, проблема эта актуальна и всегда. Да. Мы должны понимать, что часть людей, которые такие вещи делают, также относятся к людям, которые мусор с помойки носят домой, у нас тоже такие жители есть. Мер воздействия на сегодняшний день особых нету, но ответственность лежит на жителе данной квартиры, если происходят определенные действия. Дмитрий Сергеевич, то, что на нем лежит ответственность, мы все понимаем. Просто человек, как правило, безответственный, и его ответственность, она ничего не стоит. Смотрите, поэтому есть определенные разные меры. Если, опять же, газовая служба, с которой у собственника заключен договор на техническое обслуживание, там они обход проводят, жители должны пускать жителей, чтобы они данное оборудование эксплуатировали и проверяли на предмет того, что нужно ли что-то поменять или заменить. Потому что те ситуации, которые в республике Татарстан сегодня были, они связаны именно с тем, что не все собственники эксплуатируют корректно свое оборудование, в том числе газовые катвы, которые в хрущевках есть, которые нагревают горячую воду. Эта проблема сегодня имеет место быть, поэтому ответственность лежит в данном случае на тех же жителях. Но иногда жители не пускают сотрудников газовой службы по той простой причине, что были такие случаи, когда ходят мошенники и предлагают какое-то оборудование, потом жители перестают доверять тем организациям, которые приходят и проверяют. Это тоже вопрос есть. Мы не говорим о социальных граждан, потому что с ними взаимодействие тоже проводится. с точки зрения работы с участковыми и работы по тем нарушениям, которые производятся. Но, опять же, если будет проведена какая-либо разъяснительная работа с жителями, ведь тот человек, который может принести вред всему дому, он, соответственно, может повлечь за собой и смерть тех же соседей и жильцов. Поэтому должна и такая работа быть проведена. В этом-то вся и проблема, что вот сегодня в эту квартиру ворвались благодаря специалистам полиции, представителям полиции, МЧС. А ведь не всегда можно просто жители, соседи могут вызвать либо полицейских, либо МЧСников, для того, чтобы проверить, что вообще находится в квартире либо одинокого пожилого человека, либо социального какого-то жителя. Ну, опять же, мы же говорим про бдительность. То есть, собственники или старший по дому, кто есть, он же все равно какой-то контроль осуществляет по дому. То есть, мы никогда не можем знать, что произойдет в той или иной квартире. То есть, мы понимаем, что чтобы доказать неадекватность человека, это же тоже непросто. Хорошо. Вот все знают, что есть пожарные извещатели, да? Их активно рекланируют, их дарят, в общем, специальные программы есть, по которым их вручают одиноким пожилым людям. А есть газовые такие же извещатели, которые могли бы предупреждать о проблеме в доме. Да, есть сигнализаторы загазованности. Ну, расскажу об этих приборах. Сигнализаторы – это прибор, который улавливает опасные концентрации природного газа, оксида углерода, который выходит в помещение, где установлено газовое оборудование. Но сигнализаторы бывают разные. Они есть простые, как извещатели, которые подают звуковой сигнал, световой. Ну, это для тех людей, которые постоянно находятся дома. Но они стоят денег. Да, конечно. То есть их бесплатно никто не раздает. Нет. Необходимо их приобрести. А в случае, если, допустим, соседи обеспокоены тем, что в их доме проживает такой товарищ, которому вы только что рассказывали, им-то что делать? Он явно не купит никакой прибор. Они могут, допустим, на дверь его поставить или на подъезд, или на этаже как-то установить этот прибор. Ну, да, конечно, можно установить. В прошлом году были у нас жилые дома, которые по капитальному ремонту проводились в городе. Прямо наводив подъезд, устанавливали сигнализаторы загазованности. Получается, клапан при обнаружении утечки газа, он автоматически закрывает уже подачу газа в подъезд прямо. Отличное решение. Такие дома у нас в прошлом году уже проходили в городе Казани. И есть дома, тоже в каждой квартире устанавливали сигнализаторы загазованности. Сигнализатор загазованности устанавливается на подводящем газопроводе, идущий к газовому оборудованию. При утечке газа, как я уже повторюсь, при утечке газа он автоматически как бы прикрывает подачу газа. Можно предусмотреть установку таких сигнализаторов, к примеру, на тех домах, что уже функционируют там не один десяток лет? Смотрите, начиная с 2019 года, это середина 2019 года, введены свод правил, это правила проектирования сетей газопотребления, где четко уже указано, для каких зданий уже мы обязательно должны требовать установку сигнализаторов загазованности. Это у нас многоквартирные жилые дома, квартиры. В многоквартирных домах это теплогенераторные, которые установлены у нас в подвальных, сокольных этажах. Дальше помещения, которые пристроены к многоквартирным домам. Вот в таких зданиях у нас установка сигнализаторов загазованности уже обязательна. А вот тот поквартирный обход, который проводят специалисты газовых служб, насколько этот поквартирный обход ежегодный может предотвратить подобные ситуации? Вообще есть какое-то спасение? Раз мы пока не везде можем установить сигнализаторы, при том, в случае необходимости, поток газа, то вот этот поквартирный обход, он дает результат? Конечно, мы каждое оборудование проверяем, получается, на его техническое состояние. Вы знаете, мы сегодня проводим опрос, наш традиционный, на странице ВКонтакте. Он звучит так. Как часто в вашем доме проводятся проверки газового оборудования? Варианты ответа такие. Систематически, редко, проверяют, но для галочки, и другое можно указать в комментарии. Так что вы тоже еще успеете принять, дорогие наши зрители, участие в этом опросе. Голосуйте, выбирайте тот вариант, который вам понравится больше всего, который вы считаете более соответствует реальности. Дмитрий Сергеевич, так и что, вот, я так понимаю, установить систему эту невозможно во всех домах пока, да? Невозможно. А товарищество собственников жилья, оно может решить, собравшись, зная, что проживает асоциальный элемент в квартире, в соседней, решить обратиться в сумму? Смотрите, всегда проблема в том, что, как бы, собственник наш привык, как бы, инертно относиться ко всему, что происходит в квартирном доме. Заплатил за счет фактуру и забыл, это позиция принципиальная. 95% это того, что нет времени, какие-то вопросы некогда решать и так далее. То есть, эти вопросы актуальны. Чтобы какие-то меры предпринять, мы обязательно должны попасть в квартиру, к данному жителю, чтобы что-то сделать. Понимаете, что, да, люди коллективно соберутся, определенное решение будет принято. Но часть вопросов, в большинстве случаев, если мы говорим про общее имущество, должны быть проведены собрания, голоса им приняты решение, если что-то размещаться будет на стенах или еще что-то по реализации. Да, если есть такой житель, в любом случае, там, старший по дому или собственники, они должны, как бы, на контроле держать, что данный житель что-то может сделать. Но мы, опять же, должны понимать, и жители должны наши понимать, что проблемы по газу могут быть абсолютно разные. Да, мы говорим про асоциальных граждан, кто вот такие вот нарушения производит, но есть и другие проблемы. Ведь одна из самых таких насущных вопросов, это когда нет циркуляции воздуха, на кухне, к примеру, по тем простым причинам, что у нас установлены пластиковые окна. Если у нас приточного клапана нет на окнах, тогда жители начинают... То есть, получается, что в домах с газовым оборудованием нельзя устанавливать пластиковые окна? Ну, с одной стороны, но ведь еще, ведь у нас циркуляция воздуха зависит и от вытяжки, ведь у нас должна вытяжная система тоже работать, дымоходы, вентоканалы, и управляющая компания, которая управляет данным домом, то есть в данном случае тут уже не газовая организация отвечает, а именно управляющая компания должна, так как это общее имущество, по 36-й статье жилищного кодекса. То есть, мы сегодня платим 30-55 копеек с квадратным метром в Казани за то, чтобы у нас содержались вентоканалы и дымоходы. И в соответствии еще с капитальным ремонтом проведена должна быть такая работа. Если все так плохо, газ опасен, окна ставить пластиковые нельзя, принудительная вентиляция у одних строят, переустраивают квартиры, делают капитальные ремонты, ставят какую-то принудительную вентиляцию одни у других, в результате газ попадает в их квартиры. Может быть, тогда вообще отказаться от газового оборудования в домах и перейти на электричество просто? И не строить больше газовые дома? Ну, смотрите, вы же должны понимать, что каждый, кто проживает в своей квартире, он ответственен за свое личное имущество. То есть, приобретая и покупая тот же диван, мы же сами выбираем, что мы делаем, хотим такого цвета или другого. Также по оборудованию, если нужно котел поменять через определенный период времени или его эксплуатировать, значит, это нужно делать. Спасибо, Анастолич. Если содержать в надлежащем состоянии оборудование, то, в принципе, он будет и безопасным для использования газа. То есть, опять же, все ложится на наши плечи. Мы должны сами содержать, сами смотреть за своими соседями, чтобы они тоже хорошо все содержали. И как-то регулировать в правовом русле вопросы тоже сами. Ну, опять же, нужно понимать, каждый сам ответственный, опять же, повторяю, за свое жилье. Мы не можем знать, что происходит в соседней квартире, что с собой влечет собственник. Поэтому ответственность лежит напрямую на нем. Но чтобы это предотвратить, все равно должна быть работа в части участковой, разъяснительная работа. Ведь есть же проблемы, связанные со социальными гражданами. Жители иногда продают квартиры, кто не может проживать с такими людьми, потому что невозможно проживать. Тот, кто, допустим, шум создает и нарушает нормы, это тоже работа должна. Ну, в общем, понятно, что вся ответственность на нас. Вот давайте тогда на этом и закончим нашу программу, потому что только мы сами и можем за себя отвечать. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя. Вы смотрели программу «Главные новости» на телеканале «Татарстан-24». Подписывайтесь на канал «Татарстан-24», не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик. Продолжение следует...